Согласно результатам проведенного в марте опроса, кандидатуру нынешней главы МИД Марины Кальюранд в президенты поддерживают 31% респондентов, в том числе 35% граждан избирательного возраста. На втором месте Эдгар Сависар, которого поддержали 15% респондентов. Сима Калласа и Индрика Таранда поддерживают по 10%. Социолог Юхан Кивери Ахк отмечает, что предпочтения общественности не являются здесь главным индикатором, так как президента не выбирают на всенародном голосовании, но в данном случае они являются хорошим имиджевым показателем. Успех Калласа можно объяснить тем, что ее смотрят как не политика, а как профессионала в сфере внешней политики. Он также отмечает, что специфика избирательного процесса такова, что партии могут выдвигать своего кандидата, имея минимум 21 голос в Риге-Когу. Таких партий у нас всего две – Центристы и Реформа. А все остальные парламентские фракции будут вынуждены искать себе союзников. А че вида на Центристы и другие партии в Риге-Когу не мирится с этим, что партия реформ солирует у них два сильных кандидата. Каллас скоро объявляет, что он баллотирует Кальюранд. И если они между собой будут вести дискуссии, тогда, я думаю, рейтинг реформистов может только подняться. Так что другие партии сейчас должны тоже вмешиваться в эту игру. Киверях отмечает, что ситуация прояснится к концу лета, когда станет ясно, решит ли реформистская партия выдвигать Марину Кальюранд или Сима Калласа, который, по всей видимости, уже скоро сделает официальное заявление об участии в президентской гонке. Выборы начнутся в августе и могут занять от нескольких дней до нескольких недель. И как вполне сенсационный, можно назвать второй результат Эдгара Сависара, за которого готовы голосовать, несмотря на все перипетии его жизни последнего времени. Более того, социологи считают, что если Сависар докажет, что его физическое здоровье позволяет ему выполнять такие обязанности, его результат может быть еще выше. Другое дело, что у нас президента выбирает парламент, а значит, мнение народа не очень слышно. Разве что надежды на уполномоченных выборщиков, они как раз и могут преподнести сюрприз. Алексей Иванов, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.